Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. В начале марта у меня должно было выйти вот такое вот видео. Смотрите, сразу же выскочила. Тролли, разобращая кураторов, синий кит, правила игры, как из неё выйти. Почему там ещё и много? Кто-то понаснимал «Володу синего кита», но я думаю, что я свою версию просто сниму, и на этом всё будет. Люди даже признаются, хочу хайпа. Жесть. Смотри до конца. Да, жесть. Смотри, сколько людей уже отсняла. Показать ещё, господи. И у всех дофига просмотров. Я думаю, что проще самому снять, что по этому полу думаешь. Всем привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня у нас опять ещё одна хайповая тема, которую вы просили сами затронуть. Я не очень люблю снимать, о чём постоянно твердят, и что как бы очень модно в трендах на ютюбе. Но мои зрители не раз просили меня прокомментировать то, что сейчас происходит в интернете, вернее, то, что сейчас сходит. Это так называемая игра. Но я решила всё равно рассказать, потому что мало ли вдруг кому-то будет интересно. И мне кажется, что именно блогеры очень сильно раздули такую тему, что она вылезла на телек и сделали популярную. Но я посчитала, что о такой тематике сняли уже все блогеры, и ещё раз повторяться не хочется, ещё раз снимать, ну и рассказывать об этом тоже не хочется лишний раз. Хотя само видео готовилось очень долго, оно было снято на хорошую камеру, писалось в сценарий, делали скрины, то есть всё было на высшем уровне. Но сейчас появилась, так скажем, параллельная тематика. Однако параллельная тематика не прошла мимо меня, и я решила записывать именно этот ролик. Меня очень часто ВКонтакте засовывают в разные беседы, то есть вы прекрасно понимаете, что это такое. Я не буду сейчас это рассказывать, но это, мне кажется, отдельная история для видео. Не об этом сейчас. В общем, в одной из таких бесед ВКонтакте я обратила внимание на то, что девочки очень сильно что-то обсуждают. Я решила почитать, посмотреть, мне стало очень интересно. И я наткнулась на очень любопытный диалог, из-за которого, грубо говоря, сейчас я снимаю это видео. Смысл диалога ВКонтакте был такой, что сейчас вот этот вот лис, который, ну, всем известные стикеры ВКонтакте, ради которых вы выполняете задания, это завуалированная игра, синий кит, которая несколько трансформировалась именно в рыжего лиса. И я активно начала искать информацию по этому поводу. Я думаю, что этот вопрос возник у очень многих людей, однако страсти накаляются, и я уже не раз вижу всякие мемасики в интернете этому посвященные. Одна часть людей настолько сильно эту историю раздула и попыталась провести параллели между синим китом и рыжим лисом, что практически каждый второй подросток стал в это верить. Но если логично взглянуть на данную ситуацию и вернуться к беседам девочек, или вообще к статьям на эту тему, девочки настолько убедительно просили не выполнять задания этой игры, потому что ты моментально как бы оказываешься вовлечен в саму игру синий кит. То другая часть людей, которая переписывалась с этими убеждающими друг друг девочками, уже поверила, что это правда. И решила не участвовать в получениях бесплатных стикеров. Полагаю, что это очень хороший вход самой площадки ВКонтакте. Во-первых, это альтернатива заданиями. Как мы все уже поняли, у нас все любят задания, что-то любят выполнять в интернете, как-то участвовать. То есть получается, что люди как бы, ну, причисляют себя к какому-то классу определенному и начинают играть. Это всегда здорово, это всегда интересно, грубо говоря, как те же блогеры выполняют челленджи. И, соответственно, почему так челленджи просматриваются, потому что людям нравится элемент игры. Это я вам говорю про альтернативу заданий. И также с помощью Лиса можно выявить группу людей, так называемая группа риска, где они бывают, чем занимаются. Как это можно сделать, я, наверное, рассказывать не буду, потому что это долго и, ну, не столь интересно. Дети, ищущие все отсылки к игре Синий Кит, не могут не пройти мимо этого забавного Лиса, потому что тот человек, который был фигурант по делу Синего Кита, Филипп Лис уже привлекает внимание. То есть смотрите, как все просто, как все здорово и намного сокращает элементы маркетинга, так скажем. Ну, а для озабоченных людей синдром поиска глубинного смысла. Эта тематика просто идеально ложится, потому что об этом можно говорить, писать, читать статьи, общаться с друзьями по поводу этого. Как вот я вам говорила на примерах то, что девочки убеждены, что в этой игре как бы присутствует элемент Синего Китая, и начинают убеждать друг друга, чтобы ни в коем случае эти стикеры не получали, ничего с ними не делали, и, конечно же, просто забили на это все. Поэтому для таких людей данная игра это просто клад, и здесь можно копаться очень долго. Сделала небольшое отступление по поводу того, как сама игра Синя Кит стала расходиться по миру. Для меня очень странно, потому что сегодня я прочла одну такую статью, в которой указывалось про то, как игра вышла за пределы России. Власти Мексики заявили о появлении в соцсетях такой опасной игры, как Синя Кит, и предупредили об этом родителей. Кибернетическая полиция призывает родителей, наблюдая за их отпрысками и то, как они используют социальные сети, чтобы не позволить им увлечься этой опасной игрой. Между тем, директор кибернетической полиции заявил, что пока в Мексике нет ни одного зарегистрированного случая вовлечения людей в данную игру. Это я взяла с сайта rg.ru Но я хочу вам напомнить, что Рыжий Лис — это бот в социальной сети ВКонтакте, предлагает своим пользователям бесплатные стикеры. Если они будут, так называемо, выполнять их задания и публиковать истории, которые есть ВКонтакте, я думаю, что про истории мне нет смысла вам рассказать, как вы пользуетесь социальными сетями уже давно, и вы уже такие люди прошарены. Бот напомнил очень многим игру Синя Кит. И давайте разберемся теперь по поводу Рыжего Лиса. Рыжий Лис появился 28 апреля. В рамках этой акции создатель бота предлагал всем пользователям бесплатный пакет стикеров за то, что они будут просто публиковать истории. Почему сейчас идет такой большой спрос на стикеры, мне как бы до сих пор непонятно, но я думаю, что это будет отдельной тематикой для видео. Мы разберемся более подробно уже на этот счет и поговорим. Потому что ведь раньше шли публикации ВКонтакте, но без вот этих вот, без получения бесплатных стикеров. На данный момент по контакту гуляют мы масики на тему аналогии с этой игрой, про которую все так трубили в марте месяце, вернее с февраля по март. И я также нахожу всякие такие вот сообщения. Сейчас я покажу вам на экране. Сегодня он повелел людям показать свои лица, что могло связать со страшным судом, где все люди снимут маски. В данном контексте маски это фильтры для фотографий ВК и покажут свою суть. С каждым днем задания будут все омерзительнее. А в конце Лис предложит за анимированный переливающийся стикер убить себя. Ну за бред. От себя лично я хочу добавить вот что. Конечно же мое мнение может не совпадать с вашим, я тут ни в коем случае не навязываю, просто это как бы видеоблог, поэтому тут каждый высказывает свою точку зрения. Я не верю в то, что Синий Кит трансформировали в игру так называемого Рыжий Лис. Ну вернее не в игру, а в раздачу бесплатных стикеров и паблик. Понимаете, что в администрации ВК тоже работают как бы не дурачки, и так как сейчас все это переследуется по закону и очень серьезно, потому что наконец-то фейсмешники взвились за это дело, я не думаю то, что допустили бы настолько масштабную раздачу бесплатных стикеров, настолько масштабную игру в ВК как в самой крупной социальной сети, которая сейчас есть в интернете. И вообще какой-то непонятный хайп, который сейчас происходит вокруг этого Лиса, это тоже как-то очень странно, вы не находите. Но с другой стороны, очень бы хотелось, чтобы администрация ВК все-таки как-то дала какой-то комментарий на этот счет, или написала бы один пост, в котором бы рассказывалось, что типа дети все ок, играйте, это не то, что вы подумали и так далее, потому что... Мне кажется, что нужно развеять часть сомнений на этот счет. Во-первых, это показало бы более лояльность к аудитории, к пользователям сети ВК, ВК, а во-вторых, успокоило бы подростков, чтобы все наконец-таки перестали мусорить эту тему и просто получали свои эти бесплатные стикеры. И тем самым, соответственно, они бы просто увеличили пользователей, которые играют в эту игру. Вот и все. Поэтому я очень надеюсь, что ВК к этому придет, и ждем комментарий от ВК. Лично я вообще не верю в аналогию игрой Синий Кит, потому что это настолько глупо выглядит. Вы хоть представляете, что кто огромный миллионный паблик, вдруг будет в басе, которые связаны с группами смерти, это так странно, вы не находите. Конечно, можно запугать маленьких детей. Это очень легко сделать. Можно привести кучу примеров, кучу аналогий, сопоставить все с этим, с тем. Но подумайте сами своей головой. Если бы это был бы Синий Кит, а ВК был бы куратором, грубо говоря, который отсылает сообщения, то социальной сети контакта уже бы давно не существовало. Потому что тут сразу же статья за пропаганду и так далее. Там можно целый список статей просто бухать. Организаторы бы всего этого сели. Соответственно, вот даже если бы не было бы примеров суицида. Но просто пробуйте анализировать ситуацию сами и понимать это сами. И думайте, во-первых, прежде всего, что вы читаете. Нужно обязательно фильтровать то, что вы читаете. Советоваться с более старшими людьми и думать об этом. Но вообще, конечно, мастики забавные. Я вот сколько смотрю, прям... Ну это смешно, но это как бы очередной тренд, очередной разговор. Мы же все прекрасно понимаем, это же интернет. И я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставь лайк, если ты так же думаешь, что синий кит никакого отношения не имеет к рыжему лису. Или наоборот, рыжий лис, к синему киту, господи. Мы как в зоопарке, на самом деле. Поэтому ставь лайк, если так считаешь. И, конечно же, я очень рада, что вы это смотрите. И мы с вами встретимся очень-очень скоро уже в другом видео совершенно. Всегда ваша игра Наташа. Всех люблю, обнимаю, целую. Всем пока.